Я продолжаю раскопки по всему миру и в прошлой серии, обходя территорию старого отеля, я вышел к нужному месту и начал копать яму. Копая около часа, я вскоре наткнулся на находку. Очистив ее, я понял, что это часы. Осматривая их, я предположил, что это старинные солнечные часы. Дома, очистив их от грязи, я осмотрел их и увидел в центре пупырку, на которую, скорее всего, одевали стержень. Одеть стержень у меня не получилось, но я сделал конструкцию из фольги и решил протестировать часы. В прямом эфире с подписчиками я ждал, как будет вести себя тень, и оказалось, что часы реально работают. Вероятно, их носили на шее и использовали, когда это было нужно. Продолжая раскопки на этом же месте, я выкопал кучу ям, прежде чем нашел новую находку. Сначала я нашел шишку, но рядом было что-то блестящее. Я стал очищать находку, и оказалось, что это тоже часы, но уже более современные с часовым механизмом. Я решил покрутить механизм, и оказалось, что он еще работает. Вероятно, шишка впитывала в себя всю влагу, и поэтому часы так хорошо сохранились. После этого я посмотрел на карту и отправился к следующим местам. Проходя мимо дерева, я решил просканировать его корни металлоискателем, и они издавали очень странный звук. Я стал очищать корни дерева и нашел.